В Воронеже готовится отмечать 80-летие со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Подробнее о событиях тех лет можно узнать на выставке, которая открылась в Никитинской библиотеке. О том, какие экспонаты наполняют выставку, расскажет Людмила Лупырь, ведущий библиотекарь отдела краеведения Никитинской библиотеки. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Рады вас видеть в нашей студии. Взаимно. Спасибо, что не с пустыми руками. Ну, давайте, собственно, начнем сразу с главного. Какие экспонаты наполняют выставку, что можно из них почерпнуть, узнать нового для себя? Выставка большая, очень интересная. Подбирали мы ее с чувством, скажу сразу, потому что тема глубокая и день освобождения Воронежа. Но не знаю, как то, я воспринимаю, как день победы. Дата очень серьезная, сильная, тем более, когда ты работаешь вот с такой литературой, это особенно тебе очень близко и очень... Проникаешься. Да, это очень дорого. Ты не можешь относиться к этому равнодушно или просто как бы вот по служебным обязанностям. Литература представлена в девяти разделах. Темы самые... вернее, тема у нас общая, но разделы. Разделы мы постарались представить как можно богаче, лучше. Первый раздел – это наши библиографические указатели. Отдел краеведения подготовил два замечательных библиографических указателя о литературе. По теме Великой Отечественной войны. И далее очень хочется рассказать о монографиях на материалах научно-практических конференций. О книгах замечательных воронежских историков. Историков действительно прям хочется всех назвать. Это Виктор Шамрай. Это Евгений Шендриков. Александр Гринько. Сергей Филоненко. Это воронежские историки, которые занимались полностью историческим ходом боев за Воронеж. Читать их действительно интересно. И я хочу сказать, что невзирая на то, что эта литература, казалось бы, научная, она очень и очень будет интересна широкому кругу читателей. Вы видите, что здесь лежат книги. Я хочу показать вот эту книгу «Отец». Она полностью состоит из писем. Дети этого человека, который здесь представлен, они полностью... Они сохранили все письма, которые написал им отец. И, конечно, это все очень душевное и щемящее. Тут принципы... Письма с фронта. Письма с фронта. Я даже не называю фамилии, потому что, понимаете, это, по сути, вот письма любого бойца, который писал письма домой. И пусть вот этот отец, он будет такая какая-то объемлющая фигура для всех детей. Которым не вернулись отцы. Замечательное прочтение. И читается это все, вот сразу скажу, вы знаете, это не читается как документальное повествование. Это все читается как художественная, хорошая художественная литература. Еще одна замечательная монография у меня в руках. Это монография «Помните». Она была издана под редакцией Есауленко, ректора медицинского университета Игоря Эдуардовича. И, конечно же, что могли собрать здесь, разумеется, сотрудники медицинского университета, это воспоминания медиков. Фронтовые врачи. Конечно, и фронтовые врачи, и те, кто собирался стать врачом. Но так случилось, началась война, и он воплотил свою мечту уже после окончания войны. Такие теплые, такие замечательные слова, посвященные врачам, которые работали и на поле боя, и в тылу. Ну, отличная книга, интересная. И она еще очень интересна, что здесь очень много интересных заметок о послевоенном быте, о жизни студентов после войны. Теплые строки. Ну, как, о каждой книге я могу сказать только одно из самых высокопарных каких-то слов. Замечательное, удивительное, великолепное. Я вот не погрешу, это правда. Но еще один очень уникальный документ, который я сейчас беру в руки, он действительно уникальный. Это издание 43-го года. Ну, то есть еще как бы вот-вот-вот. Вы прям в точку попали. Самые-самые... Вы попали в точку, потому что как только город был освобожден, была создана комиссия по расследованию следеяний фашистов на территории Воронежской области. Комиссия приехала, и по горячим следам все, что было найдено, все материалы, сразу публиковались. И поэтому вышло несколько книг. Эти книги по сегодняшний день могут являться учебным пособием того, что происходило. Потому что более достоверного источника, вы сами понимаете, невозможно найти. Это свидетельство, собственно, современника, участников вообще событий. Это вот люди, которые непосредственно на место событий попадают четко в тот момент, когда, ну, все еще живо, очень живо и очень трепетно. Еще одна удивительная книга у меня в руках. «Война и плен. Восприятие солдат вермахта». Она была издана под редакцией Натальи Петровны Тимофеевой. Наталья Петровна является руководителем Центра устной истории. С книгой связано столько интересных событий. Она небольшая, издана в 21-м году. Но, и сразу скажу, о чем тут идет речь. Здесь собраны также воспоминания, дневники и записки солдат вермахта. Либо воевавших на территории Воронежа и Воронежской области, либо оказавшихся у нас в плену на нашей Воронежской земле. Я с ними познакомилась. Ну, это удивительное чтение. Например, есть один автор, Михаил Шубер. Ему было 20 лет. Вы знаете, вот немец, им одни эмоции. Я вам с удовольствием вот хочу порекомендовать обязательно прочитать ее, сколько она дает информации. Помимо, мы знаем... Такой другой взгляд получается. Совершенно. Не только другой. Мы с вами видим фашиста. Вот в его полном проявлении, что это такое. Я даже не хочу говорить, кто. Это что? Это имя существительное. Это нация. Эти нацисты, они не воспринимали русских людей вообще за человека. Он описывает противника, он... Ну, то есть какие-то междометия. И, конечно, трогает еще... Идеологически заряженные, скажем так. Да. Идеологически она невероятно заряжена. Потом такая пунктуальность. Он каждый день описывает, как будто у него романтика. Он каждый день описывает погоду. Он каждый день описывает, как они прекрасно провели время. Знаете, не по себе становится. Четыре издания, вами принесенные, мы уже проанонсировали. Еще одна книга есть. Давайте о ней немножечко тоже поговорим. И потом в целом нам расскажете вообще об экспозиции. Я не случайно ее сегодня взяла к вам в студию. Это одна из моих любимых книг. Замечательнейший документ. И написан он тремя поколениями медицинской династии Русановых. Имя Русановых очень хорошо известно Воронежу, воронежцам. И думаю, что будет очень интересно соприкоснуться с теми фактами, которые здесь описаны. Как раз описывается и Великая Отечественная война в тылу, в эвакуации. Непосредственно на рабочих местах, так как несколько человек из этой семьи в годы войны были военными врачами. Стихи, которые замечательно сюда просто ложатся, потому что Анна Андреевна Русанова удивительный доктор, врач. Мама Татьяны Николаевны Русановой, которая как раз здесь как составитель заявлена. Татьяна Николаевна Русанова и ее сын Алексей Владимирович Русанов. И, конечно, хочется сказать о роли искусства в годы Великой Отечественной войны. Вот на обложке этой книги как раз «Война и плен. Восприятие солдат Фермахта» помещена иллюстрация, но это не иллюстрация. Это графическая работа художника Владимира Валерьяновича Богаткина. В годы войны многие художники, их оружием ставила кисть, краски, карандаши. И они писали прошения о том, чтобы их направили непосредственно на места боевых действий, чтобы делать зарисовки там, по горячим, просто в виде вот это все. Таким образом, в Воронеже в 1942 году в Воронеж приехало два московских художника. Это Владимир Валерьянович Богаткин и Виталий Антипович Демидов. Вот эти два художника находились в нашем городе с 1942 по 1943 год, по июнь 1943 года, по март 1943 года. И вот эти зарисовки, они сегодня являются живым свидетельством того, что происходило в нашем городе и в ходе боев, и после того, когда враг наконец отступил от нашего города. Эти работы находятся в Воронежском государственном областном музее имени Крамского. Скажите, пожалуйста, сколько продлится выставка, какой порядок посещения? Нужно ли записываться где-то, или спокойно можно проходить и проходить? Выставка продлится до конца февраля. Мы ждем всех желающих, горожан, гостей на эту выставку. Я думаю, что она никого не оставит равнодушной. Мы, естественно, проведем экскурсию по этой выставке, все расскажем и покажем. То есть это не сам пришел и смотрит? Если у вас есть желание познакомиться поподробнее с литературой, которая представлена, мы с удовольствием подробности расскажем об этой выставке. А вход-то, кстати, свободный. Свободный, конечно. Вход свободный. И когда выставка перестанет работать, вся литература находится в отделе краеведения, приглашаем познакомиться с ней уже непосредственно вблизи. Спокойной и в спокойной обстановке. Ну что ж, спасибо вам большое, что были этим утром вместе с нами. Спасибо вам за ту работу, которую вы делаете и какую важную и полезную информацию сохраняете для нас и несете, так сказать, в массы. Спасибо вам большое. Напоминаем о выставке, приуроченной к 80-летию освобождения Воронежа. Нам рассказывала Людмила Лупырь, ведущая библиотекарь отдела краеведения Никитинской библиотеки. Интересное утро на телеканале ТВ Губерния продолжается. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok